Что же такое Дзита существует? Оказывается, это одна из самых простых и, с другой стороны, самых важных теорий алкоголя. А именно утверждение, что для любого поля и для любого многочлена можно построить новое поле, в котором этот многочлен будет иметь поле. Поскольку, повторяю, этим пользоваться будет очень много раз, а на самом деле этим пользуются в школе. Вот, когда говорят, рассмотрим корень из двух. Ну, конечно, корень из двух – это длина диагонали квадрата со стороны 1, поэтому он существует. А вот, скажем, корень из, ну, что я не знаю, 29. Вот такой еще корень из 29. Ну, вы, конечно, тоже скажете, что надо взять квадрат площадью 29, у него сторону. Ой. Но, с другой стороны, алгебраисту приятнее конструкция, которую я расскажу вам сейчас. Давайте делаем это. Уже от суммы Гаусса ни при чем, мы с ними все, что на этой метафе сделали. А интересует нас следующее. Вот есть поле, вычлев, помогли, и есть уравнение. Дзито в степени у равно единице. Мы хотим, чтобы это уравнение имело корень в этом поле. Но, на самом деле, если так ставить задачу, то это вообще глупо. Потому что возьми единицу. Единица в какой-то степени – это единица. Поэтому не надо задать. Давайте сделаем по-другому. Напишем. Дзито минус один умножить на дзито в ку минус первой степени плюс дзито в ку минус второй и так далее, и так далее, плюс дзито плюс один. Наша цель, на самом деле, чтобы равнялась нулю. Вот такое предметение – это то же самое, что дзито в ку минус один. И при этом первая скобка, чтобы не равнялась нулю. По-другому это можно сказать так. Нужно, чтобы равнялась нулю вторая степень. Вот он, многочлен. Он, конечно, немножко сложнее выглядит, чем тот, но, на самом деле, именно он нам интересен. Мы хотим, чтобы у этого многочлена был корень. Мы хотим построить поле, внутри которого будут числа 1, 2 и так далее, по минус один, которые складываются по модулю P, перемножаются тоже, их надо перемножить как целые числа и взять остатки G на P. И при этом, чтобы там еще были вот такие числа, чтобы можно было обычным способом оперировать. Так вот, на все, на это, очень простая конструкция. Смотрите. Берем любой многочлен, ну, лишь бы он не был константом. Разлагаем его на неприводимые множители. Так, то, что основная теория мы имеем в месте, то есть однозначность разложения для многочленов есть, надеюсь, всем понятно. Потому что многочлены можно делить в уголку. Поэтому алгоритм Евглида для многочленов есть. А там, где есть алгоритм Евглида, там все идеалы главные, ну, в общем, стандартные доказательства, которые у нас были для целых чисел, переносятся абсолютно без изменений. Поэтому для многочленов разложение на множители, что-то замечательно, однозначно происходит. Меня сейчас не интересует, как именно это все располагается, потому что мне, на самом деле, числа дзита требовалось всего лишь одно удовлетворять вот этому условию. То есть, то же самое дзита в степенику равно единице, и дзита не равно единице. Я больше, собственно, ничем не пользовался. И вот так вот, как-то разлагаем это на неприводимые множители. Может быть, он сам неприводимый друг. Вот. И пользуемся следующей теорией. Теорией. Если есть некоторое поле, неразложимый многочлен, неразложимый, в принципе, что его нельзя представить, или произведение многочленов с фефцентами из Ф. Просто, скажем, вынести АН на это неинтересно, да, но чтобы был. Один многочлен степени больше, но, может, и другой многочлен. Неразложимый над Ф многочлен. То, Ф является подполем. Вот эти операции в большом поле над элементами Ф осуществляются ровно так же, как и в самом Ф. Ф является подполем поле. Давайте объясним, что здесь и что. Вот таким образом обозначают множество всех многочленов с коэффициентами из Ф. Туда входят и многочлены нулевой степени, то есть просто все константы, все чисто, да, без Ф. А также всевозможные многочлены. В круглых скобках обозначается идеал, который порожден вот этим многочленом. Ну, если хотите, я могу написать так, умножить на Ф от Х, да, вот так, что мы написали, это З по ПЗ, да. Хотя для краткости совершенно запросто можно было написать З, да, здесь в круглых скобках написать по элементу идеал, порожденный числом П. Так вот, что фактически написано вот здесь? Мы действуем с Х как с буквой. Но при этом, когда, естественно, у меня здесь n больше нуля, а n не равно нулю, это уж, да, n больше нуля, а n не равно нулю, это, естественно. Так вот, когда мы получаем Х в степени n, то сразу заменяем его, считая, что вот эта штука 0. То есть заменяем его на вот это вот с минусом деленное на n. Мы уже это видели, когда говорили о построении комплексных чисел из вещественных. Что там делалось? Добавлялась буква и, и правило. И в квадрате равняется минус единице. То есть фактически, что такое множество комплексных чисел? Это многочлен с вещественными коэффициентами, профакторизованное по многочлену Х в квадрат плюс один. То есть мы вводим такую букву, что она в квадрате равна минус единице. Давайте поймем, на самом деле, трудная эта теорема Леонидии. Она очень трудная, когда с ней встречаешься первый раз, потому что, что называется, трудно привыкнуть к, что нам стоит дом построить, нарисуем, будем жить, да, вот здесь такая детская песенка. И вот такая идея, что мы же привыкли, что какой-то объект существует в другом, или кто-то нарисовали, да, вот, а здесь некая человеческая конструкция, которая существует за нашим воображением. Давайте я попытаюсь сейчас объяснить, что здесь вообще есть. Вот у нас есть некоторое поле, что здесь можно элементы перемножать, можно складывать, вычитать, если не на ноль, то делить, и выполнить все естественное все. Я рассматриваю большое такое вот множество, все многочлены с коэффициентами в этом поле. Кстати, вот начинающие иногда путаются. Вот, смотрите, берем поле вычетов по модулю П, и там многочлен есть по этой степени минус микс. Это ноль или не ноль? Ну, с одной стороны, по малой теореме фирма, какое я их не подставляю, это будет ноль. А с другой стороны, как многочлены, это не ноль. Вот бывает такая ситуация, что все значения многочлена равны нулю, а сам он при этом не ноль. То есть надо отличать многочлен от функции, которую он задает на рассматриваемом множестве. Многочлен – это такая вот формальная конструкция, да, у него есть свободный член, потом есть какой-то коэффициент при х, коэффициент при х квадрат и так далее, конечное число. Понятно ли, что это конец? Что элементы этого множества можно складывать, можно вычитать, можно умножать. Я пока еще без всякой факторизации говорю. Понятно? Можно? Можно. Отлично. И все естественные асомы, типа там А плюс Б равно Б плюс А, А умножить на Б плюс С равно АБ плюс АС, все это будет верно. Отлично. И вот теперь, когда мы получим кольцо, естественно с нулем, потому что у кого все коэффициенты нулей, это естественно ноль, с единицей, потому что единица, а все другие коэффициенты нулей – это единицы, все замечательно. Коммутативное кольцо. А теперь мы делаем вот что? Факторизм. Это точно так же, как рассматривать остатки отделения на какое-нибудь число для целых чисел. Два многочлена будем отождествлять, строго говоря, надо говорить про отношения эквивалентности. Кто знает, поймет, а кто не знает, просто как-нибудь узнаете, что такое отношения эквивалентности. Два многочлена будем называть эквивалентными, если их разность делится на вот такое вот многочленное. Отлично. Значит, тут складывать можно, вычитать можно, умножать можно. Почему тут написано под полем поля? А потому что единственный нетривиальный момент во всей этой теории – это почему вот то множество, которое я здесь построил, является полем. То есть, почему можно делить? Ну, не на мы, конечно. Как только мы с вами точно сформулируем эту задачу, на самом деле, все, сразу поймем. Единственное, мне лень много раз переписывать вот этот многочлен. Разрешите, пожалуйста, мне его коротко обозначить одной буквы А. Вот это будет многочлен А в X. Чтобы не писать, когда это такое длинное выражение. И я сейчас должен доказать, что можно. То есть, что можно делить. Если есть некоторое выражение, некоторое многочлен, А в X неприводимый. То есть, неразложимый и неприводимый – это одно и то же. Это у нас и было написано здесь. Я на все эти случаи перепишу, потому что это принципиально важно. Неприводимый. Причем, B от X не делится на А от X. Ну, то есть, это не ноль. Когда мы будем брать остатки отделения на неразначение А, то это будет не ноль. Если B от X не делится на А от X, то существует такой многочлен C от X, что когда умножаешь B от X на C от X и вычитаешь единицу, результат будет делиться. Что это тут означает? Это означает, что C – это единица, деленная на B. То есть, на B можно делить. Понятно? Замечательно. Вот это и называется теорема о том, что можно делить. Что получается поле. Ее дольше формулировать, чем доказывать. Посмотрите. У меня есть многочлен B, который не делится на многочлен А. А давайте я рассмотрю всевозможные кратные многочлены А, всевозможные кратные многочлены Б. Ну, как записать А от X? Надо еще умножить на какой-нибудь любой многочлен А от X. Это всевозможные кратные многочлены А. А – альфа любой многочлен. Всевозможные кратные многочлены Б. Значит, надо Б – умножить на любой многочлен. И вот рассмотрю множество таких многочленов. Что это такое? Это идеал, порожденный многочленами А и Б. Так? Определение – это понятно или нет? Что такое идеал? Множество, которое содержит вместе с любыми двумя своими элементами их сумма и разность, и вместе с любым элементом содержит его прорисветение на любой элемент из раскладываемого кольца. Рассмотрим такой вот идеал. Поскольку кольцо многочленов и вклиновых, то есть там ездили из остатков, то любой идеал является главным. То есть, если вы рассмотрите среди всех, я вам просто напоминаю, как мы это доказывали, среди всех таких многочленов надо рассмотреть многочлен наименьшей степени. Ну, не нулевой, не нулевой многочлен, наименьшей степени. И оказывается, что он обладает таким свойством, что все такие на него делятся. Почему? А потому что, если бы хоть один такой на него не делился, то мы бы разделили с остатком и получили бы многочлен еще меньшей степени, которая из нашего идеала. Понятно? Было такое рассуждение? Было. Значит, вот множество таких многочленов, где, повторяю, альфа, бета – это произвольные многочлены, да? Это главный идеал. Это главный идеал. Давайте подумаем, а чем же, каким же многочленом он может быть прожден? В этом главном идеале содержится а от х. Значит, а от х должно делиться на элемент. И главный идеал – это значит, что есть такой многочлен цель, что вот это множество, это в точности множество всех кранов подачи на цель. Так вот, а должно делиться на цель, и б должно делиться на цель. А у нас а будет неприводитель. Поэтому всех делителей у него константа нулевая, и сам он, ну, в случае с умножением константов. Если у нас цель – это будет а, то тогда получится противоречие, потому что б должно лежать в этом идеале, а б у нас не делится на а. А. Значит, так не бывает. Значит, цель – это просто-напросто константа ненулевая, а единица. То есть, значит, вот этот идеал – это просто множество всех многочленов. Отлично. А что значит, что это множество всех многочленов? Значит, константа 1 представима в таком вот интересном виде. Так, я сейчас поговорю о цель, точнее, цель – это не того самого цель мы уже практически дошли. Смотрите, ведь вот это вот бета от х – это можно как раз взять в качестве вот этого цель. Потому что b от х умножить на бета от х минус 1 – это есть минус а от х умножить а, то есть делится на а. Когда у нас есть вот такое равенство, то по модулю а, бета – это как раз и есть единица, деленная на b. Значит, просто из того, что для многочленов есть алгоритм Евклида, а значит, кольцо многочленов над полем – это кольцо главных идеалов, мы получили вот эту вот теорию. Значит, есть возможность осуществлять алгоритм отширение. Между прочим, очень интересная вещь. Сразу вам еще расскажу. Вот когда мы взяли невозложимый многочлен, при помощи такой конструкции мы присоединили один кольцо. Правильно? Ну, случайно многочлен при этом мог отложиться. Может быть, одна скобка от него отщепилась, потеряем безу. А может быть, и несколько. Но в любом случае он там как-то разложился. Мы же получили большее поле, чем f, и мы можем эту ситуацию продолжить. И значит, для любого многочлена не просто можно один кольцо добавить. А если хочется, то можно так вот действуя несколько раз сделать, что он весь разложится на линейные множители. Получится то, что называется поле разложения. Понятно, да? Когда вы вот такой вот многочлен представляете в виде произведения а n умножить на x минус 1, поле x минус другой и так далее x минус n умножить. Многочлен разлагатель на 1 умножить ее. Случайно среди их могут быть совпадающие. Это уж там, как повезет, какое поле, как что будет. Вот. Но сама идея, мне кажется, что понятная. И вот, когда мы все эти слова произнесли, доказательство при помощи Гауссовой суммы стало уже правильным. Мы объяснили, что такое дзита. Дзита получается присоединением к полю вычетов, по-моему, p корня многочлена x в степени q минус 1 плюс x в степени q минус 2 и так далее плюс x в степени q минус 1. Продолжение следует. Продолжение следует...